Ну а в этой проблеме то ли из разряда преступной халатности, то ли банального непрофессионализма предстоит разобраться с суду. Следственный комитет по Витебской области завершил расследование уголовного дела в отношении врача Дубровинской центральной районной больницы. Напомню, наше агентство уже рассказывало. В июле прошлого года 11-летний мальчик сломал руку в лагере. Врач наложил ребенку гипс, но, как выяснилось, не в полной мере выполнил свои обязанности. В результате врачебной ошибки мальчику ампутировали левую руку. Подробности громкого дела у Марины Романовской. Слово гангрена сочеталось как-то с войной, но не в наше время. Даже мысли не было, что может быть гангрена у ребенка. Светлана Мушатенко в случившееся не может поверить до сих пор. Прошлым летом ее 11-летний сын отдыхал в детском лагере. Там случайно сломал руку. Врачи диагностировали закрытый перелом. Это уже год прошел. 25-го будет год. Сломал руку в лагере. На качелях катались. За медицинской помощью обратились в Аршанскую центральную поликлинику. Подростку наложили гипс. Позже у мальчика поднялась температура, а боль только усилилась. Буквально через пару дней после оказания медицинской помощи состояние мальчика ухудшилось. Мама привела 11-летнего Стаса на прием к хирургу в Дубровинскую центральную районную больницу. В тот день пациентов принимал заведующий хирургическим отделением. Врач осмотрел ребенка, но никаких осложнений не увидел. Хотя боли были все сильнее. А через несколько дней пришлось спасать уже не руку, а жизнь мальчику. У подростка развелась гангрена. Руку ампутировали. По поводу того, как это могло случиться, у меня нет никаких комментариев. Про работу он достаточно много. Он практически уже выходит скоро на пенсию. Инцидентов такого рода у нас, да и в других больницах никогда не было. В настоящее время окончательное обвинение медицинскому работнику предъявлено по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Беларуси. Не надлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения. Сведствие по этому громкому делу длилось практически год. Проведены сложнейшие экспертизы. Разобраться с случившимся помогали лучшие специалисты. Комиссия была установлена, что уже на первоначальном этапе при проведении первичных медицинских манипуляций и наложении гипса, медицинскими работниками были допущены неточности, которые при проведении соответствующих медицинских манипуляций пациентам с аналогичными травмами могут впоследствии спровоцировать осложнение. О прошлогодних каникулах Стас старается не вспоминать. Сейчас вместо левой руки у мальчика протез, привыкать к которому ребенку придется еще очень долго. Хирургу же грозит до двух лет лишения свободы. Марина Романовская, Александр Петровецкий, агентство теленовостей.